Около трёх недель назад наш телеканал рассказывал о проблеме зарастания городов, в том числе и Твери, американским клёном. Специалисты отмечают, что это самый настоящий сорняк, который подавляет вокруг себя всю остальную растительность. В частности, такая ситуация сложилась на бульваре Гусево областного центра. Судя по всему, муниципальные власти отреагировали на наш репортаж. Правда, вышло всё по классике. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот так эта часть бульвара Гусево выглядела несколько недель назад. Густая шеренга американского клёна, который заградил от взглядов прохожих когда-то заботливо высаженные туи. На почве практически никакой растительности. Настолько агрессивно себя ведёт это дерево. То ли увидев наш материал, то ли по собственной инициативе, муниципальные власти прислали бригаду. Однако вместо искоренения сорняка они его аккуратно обрезали. В следующем году это агрессивное растение даст громадную порсель из спящих почек по всему стволу. Это можно наблюдать в любых местах, где был спилен клён или там его сломало ветром и так далее. За сезон, за сезон побеги достигнут роста выше человеческого. Судя по всему, муниципальные власти считают американский клён ценным растением. Правда, даже если это и так, то всё равно деревья надо было проредить. Так как расстояние между ними должно быть около трёх метров, как, например, в случае с растущим напротив ясенем. Однако, если серьёзно, то с этим необычайно живучим растением поступать надо намного жёстче. Эти деревья либо надо корчевать, чтобы они не давали порсы, либо обрабатывать гербицидом, не зная, насколько это возможно в городской среде. И оставить то, что было запланировано изначально ещё 30 лет назад. Сзади туя, а здесь вот в идеале, да, был захвачен этим клёном низкий кустарник. Хочется надеяться, что власти Твери увидят и этот наш репортаж. После чего доведут дело до конца, объявив тотальную войну американскому клёну по всему городу. В конце концов, и традиционные субботники можно для разнообразия посвятить не только высадке новых деревьев, но и уничтожению сорных. Субтитры подогнал «Симон»